Выросла репка. Лобка, крепка, большая, небольшая. Пускал ветер репку лучше. Тянет, подтянет, как известно, что вытянут нибудь. А почему? Потому что требует для вытягивания репки, допустим, усилия 200 ньютонов. Требуется усилия 200 ньютонов. А у ветер 200 ньютонов. У деда есть только 100 ньютонов. Соответственно, на что должен дед сделать? Ему нужна... Дед – это функция. Дед – это функция. Вызвали функцию. Функция должна сделать работу, она не может сделать всю работу. Ей будет проще, если она позовет помогать. Позвал дед. Еще можно в качестве рычага использовать касты. Так, сейчас не про физику. Физику нету рычага. Значит, позвал дед бабу. Баба за детку, детка за репку. Тянет, подтянет, вытянет нибудь. Да почему? Потому что у бабки только 50 ньютонов, да, и она не может помочь деду вот этому. То есть он ей ставит задачу, да. Есть еще важный момент – постановка задачи, да. Постановка задачи вызова деда. Репку не зовет деда. Задача, говорит, 200 ньютонов. Что умеет дед? Дед умеет выдать собственные 100 ньютонов и умеет попросить у бабки 100 ньютонов. Собственно, он бросит 100 ньютонов у бабки, а бабка вместо этого может выдать только 50. Чтобы выдать 100 требуемое, ну и надо сложить усилие. И она зовет внучку. Она оставит задачу. Вызывает внучку и говорит, внучка, 50 ньютонов мне требуется. Да? Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку тянут-потянут, вытянуть не могут. А почему не могут? Потому что у внучки нет телескнижных, а внучка сладей бабушки, у нее только 3 секунды. Позвала внучка, как известно, жучку, да, жучку. Жучка за внучку, жучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку тянут-потянут, вытянуть не могут. Почему? Потому что у жучки, жучки была поставлена задача, дай-ка мне 20 ньютонов, у нее нету 20 ньютонов. Соответственно, жучка для решения своей подзадачи, да, что она зовет, ну, у нас строго поведом структурного программирования, да? Не можешь решить задачу, вызываешь подзадачу, да, ставишь подзадачу, формулируешь ее в условиях, условия понятны, понятны, да, пожалуйста, решаем. В данном случае понятно, что каждая подзадача, она более проста, чем изначальная задача. Так, позвала жучка кошку, кошка за жучку, да, за кошку, тянет-потянет, вытянуть не могут. Почему? Потому что, я не написал, а у жучки только 10 ньютонов. Она позвала кошку, да, говорит, дай мне еще 10 ньютонов. Кошке нет 10 ньютонов, у нее есть только 9 ньютонов. И, как известно, пожвала кошка мышку, да, а мышка, то есть где она была? Она была, у меня будет такая маленькая мышка. Мышка, очень важный зверь, она выдала свой ньютон и никого при этом не позвала. Понимаете? Вот самая главная мышка, не то, что она выдала один ньютон, а именно то, что она выдала его самостоятельно, без дальнейшего углубления в главную тему нашего занятия. Главная тема, кто не перерисовал, не молодец. Значит, главная тема нашего занятия – репульсия. Итак, скоро сказка сказывается, да и не скоро дело дело. Какое дело мы с вами будем делать сейчас? Мы с вами будем учиться писать репульсивный алгоритм. Вы должны обратить внимание на мышку и уметь называть эту ситуацию. Это называется крайний случай репульсия. Крайний случай. Я бы назвал его конечный, если бы следующая тема, следующая лекция, она не выворачивала все наизнанку. Поэтому давайте называть его крайний, в смысле оконечный. Да, вот, с край. Крайний случай. А любой другой случай, да, любой другой, ну, не важно, допустим, там, внучка, да, это рекуррентный случай. Репульсия не является циклом. Цикл – это тупо повторяющиеся действия. Просто действия, которые есть как повторение, есть какое-то условие входа, выхода, в общем, к этому относящиеся. Репульсия напрямую относится к функциям. То есть здесь присутствует такая вещь, как постановка задачи. Да, вызов функции при правильном использовании функции. Это что? Это, по сути, вызов решения задачи. В параметрах мы передаем, что? Собственно, параметры требуемые, да, для подзадачи. И ожидаем в качестве результата функции, то, что она возвращает нам, это результат. Понятно логика? Ну, сейчас я сделаю следующий момент. Я напишу вам простейшую функцию, на которой обычно демонстрируют, собственно, рекурсию. Это будет у нас факториал. Итак, факториал. Для начала математика делает. n факториал равен чему? Ну, понятно, 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на и так далее, умножить на n. Хорошо. Но этого достаточно, чтобы вычислять факториал при помощи цикл. И это правильно. Если вам реально понадобится факториал, считайте его циклом. Перемножение арифметической прогрессии. Да, делать нечего. Понятно? Но. Но. Я могу сформулировать и так. Я могу сказать, n факториал, это, давайте заметим следующее, что это, по сути, кусочек до n-1, да, до n-1, идут умножения, да, это n-1 факториал. Это n-1 факториал, умноженный на n. Теперь вопрос. У меня есть такая функция, восклицательность знака питомника? Нет, такой функции нет. Поэтому мне придется формулировать как-то там, функционально, буковкой f, например. Да, вот давайте сформулируем это на языке буковки f. f от n. Чему оно равно? Если я скажу, f от n равно f от n-1 умножить на n, то это, конечно, хорошо. f от n-1 умноженное на n. Это, конечно, хорошо, да плохо. Почему? Потому что в этом случае сказка моя становится бесконечной. Это звало меня бабка, бабка, мучка, мучка, кошка, кошка, мышка, мышка, муху, мух, комара, комар, микроб, микроб, молекулу, молекулу, ад, атомный клон, уклона. Кварк. Да, кварк. Супер струну. Ну, там дело уже заканчивается, собственно, да? Но вот здесь не заканчивается. То есть у меня будет в бактериал сводиться двойки к единице, единица к нулю, к нуля к минус один, минус один к минус двум и так далее. И он сводится все, сводится, сводится, сдать все, как бы усложняется, усложняется. Но не обязательно требуется вышка. То есть крайний случай. Мне нужно обязательно сказать, какой-то ситуации, где я повторял, вычислю, неважно как, но главное без рекурсии. Может быть достаточно сложно, может быть цикл понадобится, вложенный цикл. Это не принципиально. Но главное, что последний он должен начать самостоятельно. То есть мышка может быть слоном. Да? В крайнем случае рекурсии он может быть, в принципе, вычислительно емким. Но самое главное, что он не рекуррент. Итак, мне в данном случае очень просто. Бактериал от нуля при n равном нулю. Еще один главный момент. Подзадача должна быть проще. Это важно. Подзадача должна быть проще задачи. Проще задачи. Исходная задача. Кстати, я не дал вам на текст определения рекурсии. Рекурсия это решение задачи с использованием решения аналогичной подзадачи. С использованием решения аналогичной подзадачи. Аналогичной в скобках аналогичной аналогичных в смысле. Может быть, не одна подзадача, а две. Да? Три. Много. Аналогичных аналогичной подзадачи. Подзадач. Понятно? Ну, как говорится, чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию. Так, вот задача должна быть проще исходной задачи. При этом я должен это гарантировать головой своей. Сам алгоритм ничего не гарантирует. Сам алгоритм он еще ничего не гарантирует. Я могу показать, что вот этот алгоритм решения бактериала, он неправильный. Он неправильный. То есть, вроде бы, все сейчас ровненько, да? Но он неправильный, если я захочу универсичных факториалов минус единицы. То есть, мой способ, он подходит для положительных чисел, да? Для ненатуральных чисел, для отрицательных чисел. У меня факториал будет отрицательствоваться неправильно. Хотя, можно определить факториал отрицательных чисел. Это не запрещено. Можно его доопределить и в отрицательном. Но я должен сформулировать некоторые условия, что я работаю в определенных ограничениях. Контракт моей функции, моей конкретной этой рекурсии, он у меня предполагает числа положительные. Понятно? Не отрицательные, но ноль же допускается. Это у факториала еще выглядит экзотически, а со степенями это дело не так обстоит. Почему? Отрицательные степени, пожалуйста, а мы сейчас будем после рекурсии. После факториала отрицать как раз возведение в степени. Итак, проще исходная задача. В каком смысле? То есть вот этот момент вы себе подчеркните. А это, к сожалению, опять у нас дело плохо. Бесконечная рекурсия. То есть это дело просто никогда не заканчивается. Но в отличие от цикла, когда программа зацикливается и, ну как сказать, ничего страшного, но зацикливается она, зацикливается себе. А здесь происходит переполнение стеков. Помните стек вызов? Когда функция вызывает другую функцию, нужно сохранить адрес возврата, и он кладет его в стек. И вот этот стек, он не бесконечный, он переполняется. И когда он переполняется, у нас все. Программа снимается с выполнения, не минует. Так или иначе. Итак, значит, проще исходная задача в том смысле, что мы приближаемся к крайнему случаю. Понятно? В данном случае бесконечная рекурсия так, как мы удаляемся от крайнего случая. Понятно? Поэтому надо будет делать так, чтобы рекурсия приближалась. Потому что я мог бы сформулировать факториал, ну ведь очень хорошо, конечно, но я бы мог сформулировать и другую математическую закономерность факториала. Понимаете, какую? n факториала равно n плюс 1. Бакториал поделить на n плюс 1. Да? Вполне себе тоже законодательно. Но чем она принципиально отвечает? То, что буквы, конечно, это не гарант, потому что это то, что нам. Понимаете? Вполне тоже законодательно. Но она хуже чем. Она для положительных чисел удаляется. Да? А, кстати, для отрицательных. Может быть, как раз ее имеет смысл использовать. Понятно? Но мы не будем сейчас трогать факториал для отрицательных чисел. Мы его. Он нам не пригодится. Мы не будем им заниматься. Понятно? Вот. С факториалом все понятно? А, непонятно, как это запрограммировать. Давайте запрограммировать. Итак, пишем. Депф от n. Я, в принципе, тут должен написать какой-то контракт, да, что функция вычисляет факториал числа. Так. Бактериал не отрицательного числа. Нет, не отрицательного целого. Ну, давайте я на этом закончу. Слово число писать не буду. Бактериал не отрицательного целого. О, хотя бы понятно, с чем вызывать эту функцию. Теперь ясно. Да, я могу еще здесь на всякий, уж на всякий-всякий случай поставить здесь assert. Там утверждение, что n больше либо равно нуля. Ну, для того, чтобы дурак сюда не взял и не всунул все-таки отрицательное число. Да, если что, у меня вылетит, ой, не assert, а assert. assert, да, то есть утверждение. То есть он проверяет утверждение, и если вдруг возникнет ошибка утверждения, то он вылетит и не будет, по крайней мере, бесконечной рекламы. То есть я вовремя об этом узнаю заранее, до того, как, до взлета ракеты. А лучше отклинивать ее. Итак, а теперь, собственно, давайте совершать разбор. Значит, тут нужно начинать с крайнего случая, потому что очень великое искушение его забыть. Держите в уме эту самую мышку. Держите в уме. Давайте вначале предположим, а не крайний ли случай. То есть мне дали решать задачу. А может быть, все-таки, самый простой случай, в смысле того, что уже все, пора решать, просто тянуть, тупо, никого не звать. Если n равно нулю, в этом случае, что я делаю? Я сразу беру return. Что? Отделить. О, один ньютон. А иначе, а если нет, то пишем тогда, вернем, что n, прошу прощения, f от n-1 умноженное на n. Собственно, все. Собственно, все. Вообще рекурсия пишется очень коротко. В ней часто проговорили, алдей, формулируются кратко и понятно. Учитывая, что вот эти вещи, это так вообще служебно, ведь можно было и не писать. Да, в принципе, ну хотя, если очень уж серьезно стараться код не писать, то можно лучше писать документ функции. Ну так, не обязательно, да? Еще. Здесь есть необязательное место. Совершенно необязательно писать слово else. По какой причине? Потому что, если if случился, то у меня уже случился пятер. То есть я уже вышел. А если у меня их, кстати, это же ложное условие, то у меня пятер не случился, и я поехал дальше. Поэтому, собственно, слово else здесь писать не нужно. И вообще так, кстати, принято, когда у нас мы входим внутрь функции, я вам не рассказывал, как писать функции, как правильно решать задачу. Ну вот функция – это решение задачи, да, вам поставили задачу, передали параметры, да, как вам решать задачу? Как бюрократ решать. Ну, пришли, говорят, вы даете паспорт. У меня там 14 лет, поэтому вам 20 лет скоро, да? Паспорт. Что первое вам скажет? А у вас фотографии с собой нету, до свидания. Вот это в этом смысле здесь такое. Ты это, как сказать, тебе 14 исполнилось, нету, до свидания. Да? Потом следующее. Ив, трататап, до свидания. То есть как можно быстрее короткое решение задачи, да, то есть быстро, быстро выдать ответ. А уж если вдруг не удалось выпить, ну тогда, ну, ретер, когда писать придется левее, да? В смысле вот сюда. Да, вот сюда. Ну, тогда уж приступим. Да? Ждем R, 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 N, 1, умножим на F. Есть еще один важный момент. Вы переписали функцию? А теперь переписывайте еще раз. Только давайте сэкономим чуть-чуть. Второй раз не переписывайте документы строку, не переписывайте S, C, R. А здесь сейчас мы сделаем поправочку. Значит, маленький подзаголовочек, называется прямой и обратный ход рекурсии. Прямой и обратный ход рекурсии. Итак, вот пока что переписываем вот так. Да, я надеюсь, там нет скорокода. Только вы это смотрели, может неправильно понять. Вот так написали, да? Я надеюсь, никто не успел дальше написать. Вот так. Дев f от n, и в n равно... Дайте, перепишу сам. И в n равно равно нулю. В этом случае... А давайте я буду писать. У меня сейчас будет много говорящих функций. Пусть они все пишут на экран, что мы делаем. Да, а именно. Напишем print. Что? Что у меня n равно нулю. n равно нулю в кавычках. Пусть он об этом и не напишет. И return 1. О. Отлично. А теперь начинаем рассматривать рекуррентный случай. Да, крайний случай рассматривать. Начинаем рассматривать рекуррентный случай. Сюда я попадаю только в случай, если случай не крайний. Начинаем с чего? Я начну с того, что скажу. Print. Рекуррентный случай. rs я напишу. rs, запятая, n равно, кавычка закрывается, запятая, n, скобка закрывается. Ну, кстати, наверное, это имело смысл написать ks. ks, запятая, n равно нулю, кавычка закрывается. Скобка закрывается. Кавычка закрывается. Ну, это просто, чтобы там ks скобка. Это конечный случай. Теперь давайте с вами делать. Смотрите. Я начну с того, что вызову значение факториала для n-1. И сохраню его. Так, fn, но минус нельзя использовать в идентификаторе. Поэтому я использую подчеркивание. fn подчеркивание 1. Ну, понятно. Я так мысленно себе. fn-1. И я в этот идентификатор сохраню тот результат, который мне вернет функция fk. Ну, факториал f под n-1. А теперь я напечатаю еще раз. print rs, запятая, n равно, кавычка закрывается, запятая, n. А затем я могу доделать еще оставшиеся действия. Какие мне еще действия нужно? Мне нужен мой результат. Давайте я назову его словом result. Result равно, что n умноженное на fn подчеркивание 1. Так? И return result. Я сейчас сделал все то же самое, но я сделаю много говорили. Много разговаривали, да. А зачем мы два раза сейчас говорим? РС это равно, наверное. А вот хороший какой вопрос. Вот это для того, чтобы вы это дело выполнили. Я сейчас выполню это за вас, но вы можете выполнить у себя дома, чтобы увидеть. А говорили в любом москве? Я же помню на саду. Сейчас услышите. Не торопитесь. Первое. Обратим внимание, что у меня здесь присутствует волшебное место. Вот это. Это место вызова функции самой себе. В момент х. И пошло. Ну, если я как это, картинки такие абстрактальные, с которыми квадрат, в котором квадрат, в котором квадрат. Вот это вот место вызова функции самой себя. Действительно, он что-то где наступает, например, так ужин. Да, вот. Давайте осознаем. Что у нас до, что у нас после вот этого. Потому что тут есть вычисления. Хотя тут вычисления сильно не написаны. Но в самом деле, есть одно вычисление, которое происходит до вызова функции. Оно у меня, к сожалению, спрятано. То есть n-1, n-1, он производится до того, как уходим вглубь функции. Вызываем. Понимаете? То есть это маленькая аберрация, а таки она все-таки делается. Так вот. Вот это действие называется прямой от. Вот эти действия, выполняемые до момента х, называются прямой от. А действия, выполняемые после, вызываются обратный ход. Точнее, не совсем, а правильно сказать, действия, выполняемые на прямом ходу рекурсии. А это. Действия, выполняемые на обратном ходу рекурсии. Я не буду писать действия, пополняемые. Я буду писать прямой ход, обратный ход. А теперь смотри, я возьму эту функцию и вызову ее для конкретного повторяя M от 5. И давайте с вами посмотрим, а что будет, собственно, печататься на экране. Что будет печататься на экране? Итак, в начале я увижу, что мы входим N равно 5. Я вызвал F от 5, N равно 5. Поехала выполняться функция. 5 равно 0? Нет. Значит, сразу же попадаем сюда, печатаем. RS, N равно 5. Все логично, понятно. А потом что? А потом дед вызывает бабу и вот результат. Значит, дед, будучи обычной функцией, вызывает синхронную функцию. Да? И что получается? У нас дед засыпает, а баба просыпается. Баба просыпается, создает свою копию локальных переменок. Да. У бабы передано что? 5 минус 8. У нее 4 в качестве N. Значит, у нас для бабы N равно 4. И начинается выполнение функции сначала. Можно вот там еще. Отсих до сих. Я проведу. Значит, это. Короче, N равно 4. Сейчас работает баба. Значит, 4 равно будет. Нет. Значит, сюда. Баба пишет рекуррентный случай N равно 4. И вызывает внучку. Баба засыпает, просыпается в ночь. Так? 3. 3 равно 0. Нет. Внучка пишет рекуррентный случай N равно 3. Да? И вызывает жучку. Жучка пишет рекуррентный случай N равно 2. Вызывает кошку. Кошка пишет рекуррентный случай N равно 1. И вызывает мышку. И засыпает. они все спят, ждут, когда их разбудят с результатом. Так? Вызов функции синхронной. Значит, у меня мышка у нее N равно 0. 0 равно 0. Да? Мышка пишет крайний случай KS N равно 0. И совершает свое усилие в 1 ньютон. Ну, там, конечно, не совпадают 1 ньютон и факториалы, конечно. Но смысл в том, что этот 1 пошел обратно, да, результат факториалы, да, и у меня проснулось так, внимание, мышка, ну, в смысле, последняя вызвана функция, да, она уничтожает свое пространство имен. Оно было очень маленьким, в нем была одна, единственная переменная, одно имя N, оно ссылалось на 0, но это имя выбросили, 0, как объект целочисленность, съел сборщик мусора. 0 больше нет. Мы забыли про значение 0, да, что это у 0, но знаем зато результат, результат факториала 0, единичка, эта единичка вернулась к кошке, да, и кошка, пользуясь результатом мышки, и не мышка сама нужна была, ему нужен результат, вот этим, пользуясь итоговым одним ньютоном, один 0, один, так он берет и печатает свое N. Вопрос, вспомнит ли кошка свой N. Ответ, да. В питоне каждый вызов функции порождает свое пространство имен. Каждый вызов функции порождает свое пространство имен. функция вызвалась дважды, значит, у меня две копии имен. Вопрос, на одну ли и ту же переменную ссылаются эти имена или нет? Это зависит от обстоятельств. Поскольку здесь я передаю новый объект, являющийся результатом вычитания, то у меня N на одном уровне и N на другом уровне это ссылки на разные объекты. Но если бы я все время передавал ссылку на один и тот же объект, то у меня объект был бы один. Ссылок куча, объект один. Понятно? То есть в питоне это не так однозначно. Еще раз. Каждый вызов функции что порождает? Пространство имен, а не новые объекты. Понятно? Но поскольку при вызове функции порождался новый объект и на него передавалась ссылка, то получается, что у меня ссылка. Поскольку мышка перестала существовать, у кошки на этот N-1 никто не ссылается, то 0 благополучно выброшен, зато есть результат, если мы будем передавать список, он будет изменяться. Да. Или не будет создаваться, если даже там замороженный объект какой-нибудь, замороженный список, гортеж, то там, пожалуйста, будет один экземпляр, он не будет дублироваться. Так, ладно. Просыпается кошка, кошка пишет RS, запятая, и вспоминает свое N-1, заканчивает свои действия, вычисляет свой фактор, он тоже равен единичке, возвращает его кому? Собаке, естественно, жучке, да? Жучка, да, кошка уничтожает свое пространство, имен, сурка на единичку исчезла, собака, получив результат, пишет RS, и вспоминает свое N, ее N равно 2, понятно? Заканчивает, возвращает внучке, внучка пишет, рекуррентный случай, N равно 3, возвращает бабке, бабка пишет, рекуррентный случай, N равно 4, дед просыпается, он получил итоговое усилие, вот бабки, 24, повторяю, да, просыпается, дед и пишет, рекуррентный случай, N равно 5, так, и F от 5, но у меня тут не напечатано, что, принт F от 5, ну, допустим, я вас печатал, я вот, повторяю, повторяю, вот так вот, о, замечательно, понятно? А теперь обратите внимание, что здесь я углублялся, а здесь я выныривал, да? То есть у меня происходило, как бы, если это нарисовать, вот сверху вниз, то я как бы вот запрыгивал внутрь, да, внутрь, вглубь, 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 а потом возвращался, все, стекл изом у меня, короче, уменьшался, да, а я возвращался на самый верх, в том, в том, в рекурсе, к выходу из нее вообще. Ясно? Это здесь так просто, а вообще бывает, когда у нас все время перемежается, то прямой ход, то обратный ход, мы нырят, нырят, вглубь, наружу. Но тем не менее, существуют действия, которые выполняются однозначно до, это прямой ход, и однозначно после, это обратный ход. Еще раз, полностью произносится так, действия выполняемые на прямом ходу рекурсии, а сам прямой ход, то есть это процесс исполнения программы, когда мы углубляемся в рекурсию. Понятно? Ну, собственно, кстати, глубина рекурсии, да, это количество этих вызовов, да, в данном случае глубина рекурсии достигла 6, 6 вызовов в итоге произошло, вот, 6 был коры. Так, ладно, поехали в следующее, мы все это с факториала будем. Давайте с вами следующую задачу сделаем, это быстрое возведение в степени. Быстрое возведение в степени. Начнем с обычного возведения в степени. Итак, для того, чтобы правильно сформулировать рекурсию, нам требуется что? Первое, математически понять, что мы вычислили, обосновать это правило, и выдумать рекуррентный случай, крайний случай. То есть нам нужно, по сути, придумать рекуррентный случай, крайний случай. И без этого мы не сможем делать это. Давайте сделаем перерыв, посмотрим. Перерыв, после перерыва я просто скажу. Сеть есть. Давайте продолжим. Так, быстрое возведение в степени. Сюда. Парень. Сверху голова. Начнем с обычного возведения в степени. Итак, а в степени n равно чему? Я сразу уже поставлю фигурную скобочку, понимаю, что мне нужны те рекуррентные крайние скобки. Начнем с рекуррентных. Оно равно а в степени n-1 умноженное на а в ситуации, когда n больше нуля. Я сейчас формулирую только для целых степеней. То есть понятное дело, что вот таким образом я смогу приближаться к крайней случае маленькой степени. Но только когда я смогу эту маленькую степень вычислить, когда она целая. Ну и какую конкретную степень я сейчас бы рассматриваю. А в степени 0 равно 1. Потому что а в степени 1 еще можно свести к а в степени 0, а в степени 0 по любому нам придется описывать. Поэтому давайте опишем 1. 1 при n равно 0. Ну красота. То есть неотрицательные n и для неотрицательных n мы вычисляем вот так вот степень. Пишем сразу функцию. Пишем. Деп. А ну естественно, что мне придется заменить а в степени n как пау. Как пау. Вот n. Я не буду писать документ в строку, не буду писать assert. Сразу. Решение. if n равно 0. Равно-равно 0. Два и кончая. В этом случае return 1. Почти как в факторе. А иначе ну или просто return, что я напишу. Ну между прочим, кстати, в этом конкретном случае может быть иначе написано написать иначе. Сейчас поймете почему. Это все равно ни на что не влияет. Ну вот. Ну вот. Почти так. А иначе делается по этой точке. Что я делаю. Пау. Вот. Ой. Я забыл. У меня функция в отличие от факториала двух переменных. а и н. А и н. не получится. Однако. При попытке вычислить какую-нибудь степень числа 10 тысяч 5. Мы управляемся в том, что питон просто не способен вычислить. Потому что уровень рекурсии, глубина, максимальная глубина рекурсии ограничена. То ли тысяча, то ли 10 тысяч. По-моему, 10 тысяч. Но больше, глубже, чем 10 тысяч нельзя. Там стека не хватает. Этим уровнем можно управлять, но это все равно не спасет. Вы сделаете его 20 тысяч, а я поставлю степень 100 тысяч. Понимаете? Да и еще один момент. Хорошо. Допустим, даже вы справились с глубиной стека. Но количество операций, у меня будет количество вот этих умножений, оно будет равно тысяче, миллиону. Понимаете? Миллиард. Я скажу миллиард. Миллиард операций возведения в стекликах. Можно ли понижать степень быстрее? Ответ, можно. Каким именом образом? Подводить в квадрат. Не надо, чтобы возводить в квадрат. Если степень четная, если это число четное, то можно сделать это вот таким вот хитрым образом. А именно, я могу сказать, что это то же самое, что А в квадрате, да, в степени Н пополам. Понятно, да, произведение степеней А в степени Б в степени С, все это, да, это А в степени Б жду С. То есть двойки как бы нет. Да, но что я сделал? Я от задачи возведения А в степень Н, случайно попустил А в степени Н, поправил А в степени Н, я от этой задачи перешел к подзадачи, в которой у меня, ну да, нужно вычислить А в квадрат, но А в квадрат вычислить это одна операция. Но зато степень Я в два раза уменьшил. Понимаете? В два раза. Было тысяча, стало пятьсот. Было пятьсот, стало двести пятьдесят. Однако, конечно, есть все-таки проблема. Н должно быть четко. При этом, конечно, положительно, давайте я не буду еще вписать. Сейчас я тут полагаю, что я, наверное, равен в том положении. Не ответил, да? А в ситуации, когда Нечетное, что нам делать? Ответ как и было. То есть для Нечетной я оставляю тот же способ понижения степени, какой им был А в степени Н-1, умноженное на А, где Н Нечетное. Между прочим, есть еще дополнительный плюс, вот этого понижения. Если степень была нечетная, то на следующем шаге она станет четной. Минус один. Получится, что у меня вот это быстрое понижение степени в два раза, оно будет срабатывать в худшем случае каждый второй раз. А если степень какая-нибудь очень красивая, ну типа там, крат на два, очень красиво крат на два, тысяча двадцать четыре, то у меня там будут по сути только быстрые понижения степени. Ну только последние, когда она станет равна один, потом спуск с единички на нолик будет происходить по вот этой трени. Понимаете? А все остальное, это просто сведение задачек под задачек, под задачек, под задачек. Раз, раз, ну в смысле, здесь же даже потом домножать не на что не надо. Ну правда, а вы завести в квадрат, когда вы начали, ну это не сложно. Понятно? Значит, ну и, конечно же, оставляем крайний случай. Один, когда н равно выводим. Пишем текст, давайте назовем ее F-POWER, FAST-POWER, FAST-POWER. Вот А, Z, Z, Z. Итак, не забываем начать с крайнего случая. Если н равно нулю, то вернуть 1. Кстати, если включить гол, то надо же понимать, что а не равно нулю. Здесь а равно нулю, выдаст неправильный результат. Ноль в степени ноль. Кажется один. Ну это мелочь, да? А если не ноль, то, ну может быть и правильно, потому что умножение тогда случится хотя бы один раз. Там будет легче. Вот, так что только ноль в степени ноль не срабатывает. Ну вот. Значит, if n равно равно нулю, return 1. Элиф, иначе если. Я потому здесь сел, составил, чтобы было похоже и понятно. Иначе если. Давайте рассмотрим в первом какой случай? Четно или нечетно? Четно. Четно хотите? Вначале побыстрее избавиться. Ну давайте. Иначе если н процент 2 равно нулю, значит четно. То есть остаток подлинен на 2 равен нулю. В этом случае я говорю return, фаст фау, вот а квадратин или а умножить на а и n пополам. Почему я делю вы здесь с двойным делением? Чтобы тип n остался целым числом. Потому что иначе на более глубоком уровне рекурсии я не могу брать операцию процента. Взятие остатка. То есть он должен остаться целым числом. Я точно знаю, что он делится, поэтому я не волнуюсь за этот остаток, который потеряется. Он потеряется, его там нет. Он равен. Все. И последний иначе, else, он у меня один в один. Как так? А иначе я пишу return fast фау от а запитая минус 1 умноженное на а. Все. Вот он алгоритм быстрого возведения в степени. Естественно, что питоновский встроенный в него алгоритм возведения в степени, вот это звездочка, звездочка, он быстрый. Но мы зато его теперь сами реально можем сделать. Вот он будет рак. Понятно? Понятно. Так. Давайте с вами можно вопрос, чтобы вы вызвали цикл. Быстрое возведение в степени? Вообще возведение в степени. Возведение в степени. Тогда сложно было бы сделать его быстро. Пожалуйста, можно делать цикл. А вот быстро это сложнее. Дело в том, что здесь вы не знаете заранее, в какой момент четное окажется, нечетное окажется. Но, тем не менее, вы можете вот так вот делать. Существует такая даже чарема о том, что любой рекуррентный алгоритм можно сделать через цикл. любой циклический можно реализовать через рекурсию. Есть такие языки программирования, в которых циклы отсутствуют в принципе. Отсутствуют. Циклы реализуются в принципе через рекурсию. Я не призываю вас совершенно ни одно, ни другое следовать. Мне очень нравится рекурсия, она проясняет, если вы сможете преодолеть барьер, это реально барьер, но если вы сможете преодолеть его, то вы сможете многие алгоритм лучше понимать, а не короче, емче, правильно формулируются рекуррентно. Нет? Вот. Поэтому надо не привыкнуть. Итак, мы с вами обсудили быстрое возведение в степень следующий пример рекурсии. Классический пример факториал числа Тимонача. Помните, я их вам уже рассказывал. Тимонача. Итак, давайте попробуем вычислить числа Тимонача или Класса. Давайте вот так намечем Тимонача. Просто, чтобы у меня было понятнее, что это число Тимонача и будет писать ФИБ. Итак, число Тимонача под номером Н. Чему оно равно? Боже, хитрое. Да, сразу пишем с крайних случаев. Но, начнем с рекуррентного. Числа Тимонача равны предыдущим двум числам Тимонача и на Н-1 плюс ФИБ Н-2 для Н больше 1. А когда Н равно нулю или единице, когда Н меньше 1, для отрицательных нераспортных частей, в этом случае оно равно Н, когда Н меньше либо равно 1. То есть 0 или 1. Соответственно, нулевое число либо начи 0. Первое 1, второе 1, третье 2, четвертое 3, пятое 5, 6, 8, 13 и так далее. Короче, что продолжается, что мы делаем дальше? Ну, когда мы сформулировали крайний или курент, мы сразу пишем алгоритм. Так, поехали. Дэк, ФИБО. Единственное, что, поскольку стиль программирования на питоне P8 говорит о том, что функция надо наименовать с маленькой буквы, я буду с маленькой писать. ФИБО. А в контесте позже с большой. М, двоеточие. Ну, я все-таки не могу, я напишу и серп, и серп, а М больше и парамзу нуля. Странно, если кто-то вызовет это для отрицательного числа. Это будет, ну, как будто моя вина, будет бесконечный рекурс, человек будет ругаться, он неправильно написал, тут, извини, товарищ, я утверждаю, что М больше либо равно нуля, твоя проблема вызвал ее с отрицательным числом. Итак, значит, дальше, что я делаю? если у меня, в крайнем случае, М меньше либо равно одного, в этом случае вернуть М. Иначе, я в данном случае не буду заготавливать этот Телс, он не нужен. иначе, Вернуть ФИБО ФИБО от n-1 плюс ФИБО от n-2. Ну, красота четко, понятно, красиво, просто. В три строки, ну, четыре с заголовком функции, и серт необязательнее, ну, пять строк вместе с ним. Просто и красиво, и понятно, главное, да? То есть, математическая формула здесь прям выписана практически как есть, да? Читабельно. А теперь я вам расскажу проблему. Эта проблема всплывает при попытке вычислить число ФИБО на петоне она возникает пораньше, чем на си, но если вы попробуете вычислить число ФИБО на петоне, от 60-ти, то я вам гарантирую веселое вычислительное путешествие вашему процессу. В зависимости от его мощности, ну, наверное, на часик, не знаю. Ну, в общем, почему? Вопрос, почему? Дело в том, что вот этот алгоритм вычисления чисел Субаначи является плохим. Его синтетика равна собственно числу Субаначи от M. этому числу Субаначи. Они растут быстро. То есть, при попытке вычислить 60, число Субаначи от 60, он будет реально делать такое количество операций, равное числу Субаначи от 60. Это будет очень-очень удобно. А теперь смотрите, почему. Давайте с вами попробуем посмотреть на дерево вызова. Субаначи от 5. у меня произошел вызов, в котором M равно 5. Субаначи от 5. Субаначи от 60. Субаначи от 5. Для этого что мне требуется? Мы идем сразу, в случае некрайней, мы должны вычислить Субаначи от 4, и Субаначи от 3. Я вычислил 5 минус 1 4, 5 минус 2, 3. Это я сделал на прямом ходу рекурсии. То есть вот этот знак минус и вот этот знак минус выполняются на прямом ходу рекурсии до ухода вглубь. А вот этот плюс выполняется на обратном ходу рекурсии, когда я получил оба. И то, и то. При этом, поскольку у меня два вызова функции Фибаначи здесь, то у меня как бы два раза я прыгаю вглубь. Раз, два. То есть я прыгаю внутрь с n равным 4 и с n равным 3. То есть вот у меня произошел вызов. Этот вызов еще не произошел, он произойдет как-нибудь потом. Вначале вот этот должен закончиться, потому что n равный 5, эта функция Фибаначи с n равным 5 заснула. Проснулась n равным 4. Для этого ему требуется что? Вычислить функцию Фибаначи с n равным 3 и с n равным 2 когда-нибудь еще потом, а пока нужно, чтобы закончился число Фибаначи с n равным 3. Он в свою очередь вызывает функцию Фибаначи с n равным 2 и n равным 1. Да? С n равным 1. Ну, с n равным 2 соответственно требует вызвать n равное 1 и n равное 0. Оба эти случая слава богу крайние. обрабатываются быстро, возвращают результат. И я наконец-таки узнал результат вычислений, что функция Фибаначи от 2 равна 1. Ну, а наконец-то дождались. Результат 1. При этом у меня по выходе из вот этой функции пространство именов. Да? Все, что они помнили, все результаты подрежуточные. 1. Вот вернулся результат. Число Фибаначи от 2 равно 1. Проснулась функция Фибаначи n равно 3. Она говорит, а мне надо еще f от n равного 1. Но слава богу, случай крайний, он вычислился, да, как у меня эти все. Вычислились, вычислилась, это вычислилась и вернул результат. Складывает 1 плюс 1 равно 2. Ура! Вычислили функцию Фибаначи от 3. 2. да. Потом что? Вычислить функцию Фибаначи от 4. Хорошо, мы закончили первую ветку вычислений, а теперь вторая ветка. n равно 2 надо вычислить, да, и оказывается, что для этого все забыто. А, все забыто. А нельзя? Я просто забыто. И у нас происходят еще раз два вызова, да, то есть n равно 1, n равно 2, ну, они реально вычисляются, возвращаются, оказывается, вот этот результат. Нельзя запоминать это, я не знаю, по внешнему не могу. Можно. Можно. Несколько раз можно. Называется рекурсия с кэшированием. В некоторых языках программирования, в некоторых, где функции обязаны быть чистыми, то есть они не зависят ни от чего, кроме входных параметров, в таких языках программирования может происходить кэширование результатов. То есть зачем вычислять функцию второй раз, если мы и так уже знаем ее значение. Понятно? Если функция чистая, то есть она не меняет никаких переменных, для этого, например, можно сделать язык, в котором отсутствует понятие переменных. То есть изменить ничего нельзя, есть константа, а переменных нет. Понятно? Да. она не может ничего изменить, она ничего не печатает на экран, не выходит ни в какие файлы. Тогда зачем ее второй раз вычислять? У нас просто есть ответ. Понятно? То есть мы единожды вычислим функцию, храним ответ, и все. Автоматическое вычислим функция, понятное, читабельное. Она проста и эффективна с точки зрения ее понятности, а ее алгоритмическая эффективность крайне универсальная. Понятно, что когда мне понадобится вычислить n равно 3, то мне придется вот это вот дерево с n равно 3 перерисовать сюда. Ясно? Вот это дерево, которое получается, называется гибаначчево дерево. Оно такое вот сбалансированное, в то же время заваленное намок. При этом каждое у него под дерево оно тоже сбалансировано. Но про деревья мы обсудим в своем следующем семестре. А пока давайте осознаем, что есть у нас проблемы какие, алгоритмические, что не все так бывает просто в случае с рекурсией, давайте так и напишем, осторожно с рекурсией, с рекурсией, где больше одного вызова под задачи. Вызова под задачи, ну или рекурсентного вызова. осторожно с рекурсией, где больше одного вызова под задачи. Ну в качестве предельного случая вот этих проблем я вам расскажу про шахмин. Смотрите, как выглядит шахмин. Нам требуется давайте где-нибудь условно у нас у нас есть начальное состояние доски. Я могу сделать такой, 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 ну допустим, пока хватит ходов, да, много вариантов ходов. если я покажу так, то мой противник, чьим ходом я не управляю, может походить вот так, 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 так. А если я покажу, предположим, что я покажу так, а он походил так, то у меня возникает возможность походить вот так, 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 так. А если я покажу, то есть это я всему лишь на второй свой ход прочит, а если я так, а потом я так, а он на это, да, то тогда, ну вы понимаете, вот даже если компьютер заставить вычислять на два хода вперед, но все возможные ходы, то есть все, каждую пешечку потрогать, каждый коня туда, коня сюда, то у нас получается, что, ну допустим, по 10 вариантов хода, это милостиво, 10 в квадрате в кубе в четвертой степени, 10 в четвертой, понимаете, да, 10 тысяч действий, и это еще досуг, то есть это еще нужно будет потом квадрат 8 на 8 исследовать, потому что тут уходить вглубь рекурсии и доводить до мата, это понятно, что мы просто точно никогда, 10 будет в какой-нибудь, там, ну сколько ходов игре в шахту, ну ходов так 50 наверное есть за игру, да, то есть 100 может быть, да, ну 10 в сотой это число гугл, правда, 10 в десятых в десятых, а, нет, не гугл, это меньше, гугл 10 в десятых в десятых это 10, не, я перебил, но тем не менее, то есть число настолько большое, что вычислить это становится невозможно, да, а человек пользуется чем, почему люди побеждают это компьютер в шахту, только некоторые уже проигрывают а, потому что очень тщательно избирать стратегии, то есть человек просматривает только некоторые варианты ходов, а многие интуитивно выбрасывают, просто человек настолько классная нейросеть, да, наш мозг, что во-первых теневые как бы вычисления, параллели, да, которые как-то просматривают вот это все и получается, что очень многие траектории выбрасываются автоматически, компьютер не может выбросить осознать совершенно, понимаете, и получается, что у компьютера вот это видовление большое, хотя понятное дело, что реальный шахматный алгоритм это целая область математики, алгоритм, вот, этим же занимаются, вот, там, чтобы обыграть или шахматиста, вот, и там тоже есть отсек, там тоже какие-то заведомо плохие как-то выкидываются, а нет, это уже даже не будем рассматривать, считаем, что точно плохая но в общем, но в целом, тем не менее, методика анализа через рекуррентное предположение о ходах, она хороша, она в целом дает результат, тот компьютер, который в итоге победил Каспарова, фирма IBM делала, диплён назывался, да, он был сделан именно по принципу вот этого вот рекуррентного разведения разных, ну, причем параллельно, то есть, это распараллеливалось сразу на параллельные процессоры отправлялась, да, многопроцессорные, вот, но, конечно, все эти крайние случаи, развором крайних случаев занимались специальные шахматные процессоры, которые на аппаратном уровне внедрёт умение анализировать доску и выдавать её оценку ситуации, ну, вот такая пишка, ладно, давайте всё это дело пока закроем, значит, понятно, но давайте лучше сделаем матрёшку, сделаем свапе матрёшку, дефт матроска, как известно, для того, чтобы сделать матрёшку, надо сделать матрёшку, я буду рассматривать так, матрёшка, матрёшка, дефт матрёшка, что такое, значит, для этого у меня что требуется, сделать верхнюю половину, сделать нижнюю половину, попросить кого-нибудь сделать мне матрёшку, то есть я выдаю под задачу, говорю, мне нужна матрёшка размера, ну, допустим, эта матрёшка n равно 5, я говорю, n равно 4, ставлю под задачу, матрёшка, в которой 4 матрёшки, ну, в смысле, включая её самой, да, соответственно, ту матрёшку будет делать мой условно друг, как если бы по структурному программированию, то как будто бы другая функция, на самом деле, поскольку задача аналогичная, то я саму себя и вызову, эту же функцию и вызову, матрос, да, тем не менее, там я что делаю, верхнюю половину, нижнюю половину, завтра товарища, я правда сейчас буду вот что делать, я буду сразу печатать эту половину на экран, да, то есть верхушку матрёшки буду уже вызывать матрёшку, а потом снизу пристыковывать, печатать нижнюю половину, итак, но не забываем про мышку, да, или про самую последнюю волшебную матрёшку, чем важна последняя матрёшка, n равно 3, n равно 2, n равно 1, вот матрёшка, у которой n равно 1, замечательная матрёшка, у неё внутри никого нету, она неразборная, она является той самой мышкой, тем самым крайним случаем, и точно так же мне нужно в начале крайний случай рассмотреть, то есть я в начале говорю, если у меня n равно 1, в этом случае я печатаю принт, ну давайте её как-нибудь особенно печатать, да, матрёшечка напишу, матрёшечка, ручка закрывается, скобка закрывается, а иначе, а иначе, что я в начале любую другую матрёшку я делаю как, например, вот эту, как я её делаю, в начале печатаю принт вверх матрёшки, принт вверх, матрёшки, ну давайте вверх, что слово вверх, что написать слово матрёшка, ну ладно, пишу, вверх матрёшки, н равно, да ладно, н равно, просто н, запятая, вверх матрёшки, дальше едино, потом, я вставляю вызов, собственно, на матрёшке, матроска, вот, н минус 1, а потом, ты, втечатаю низ матрёшки, низ матрёшки, к чему это я про матрёшки, есть такая красивая, простая задачка, канонский барж, в магазине Икея, продаются такие пирамидки, забавные, в детском магазине, продавались, сейчас, в которых, на каждом, три штыка, и на каждом штыке, особые, блинчики, предположим, ребёнок потерял все блинчики, кроме круглых, вот у него остались круглые блинчики, вот здесь, вот, лежать, да, и он хочет поиграть в игру, хочет переложить пирамидку с одного столбика на другой, при этом, он говорит, я буду перекладывать по одному, сейчас, вижу бы это, значит, первое правило, буду перекладывать по одному блинчику, по одному блину, да, второе, он будет, да, исключать, такие ситуации, когда более широкий блин, лежит на более узком, то есть, по диаметру, должна быть только обратная ситуация, на, неважно, сколько угодно широкий, неважно, сколько угодно узкий, но вот так-то, не иначе, вот, теперь давайте так, осознаем, допустим, мы закроем глаза на нижний блин, как будто бы его нет, давайте пока закроем на него глаза, заметим, что для всех остальных блинов, этого нижнего блина, при их перекладывании, как бы не существует, правда, он им не мешает, он шире всех, и он им не мешает перекладывать, да, а теперь смотри, я формулирую в начале, крайний случай, могу ли я переложить пирамидку из одного блина, легко, с иного накат и блинчик, как переложить, да, не переложить, все, крайний случай прост, а давайте разберемся с рекурентным случаем, итак, я рассмотрю отдельно нижний блин, и отдельно всю остальную пирамиду, то есть, задача перекладывания, пирамиды из Н блинов, Н блинов, что я делаю, у меня есть столб И, с которым, надо переложить, и столб К, на который надо переложить эту пирамиду, кстати, давайте сразу заметим следующее, что 1 плюс 2 плюс 3 равно 6, да, это же логично, да, 1 плюс 2 плюс 3 равно 6, это логично, а И плюс К плюс И, столб какой-то из них И, какой-то из них К, и столб плюс 3, давайте назовем его ТМП, И, К, и временный столбец, чему равно, ну, понятно, что они не могут, здесь ни один не может быть равен другому, да, и очевидно, что тоже 6, да, то есть, просто переставлен, И, К, и ТМП как-то переставлены местами, но их сумма все равно 6, по-любому, да, отсюда, если бы мне поставили задачу, положить И на К, то номер 3 столбца я могу вычислить автоматически, да, это ТМП, он у меня равен, чем 6, минус И, минус К, понятно, откуда эта формула взялась, это понятно? Не всем, так вот, что я делаю, я перекладываю вначале эту пирамиду, на временный столбец ТМП, получаю вот такую ситуацию, у меня этот толстый блин лежит тут, пирамида на правом столбце, пирамида размера минус 1, затем я кладу этот толстый блин на соседние скитово нотаты, а затем, что я делаю, у меня получается вот такая ситуация, у меня толстый блин лежит на своем целевом штыре, а затем я возвращаю, пирамиду М минус 1, с временного столбца, на К, то есть у меня, по сути, таких 3 мегадействия, но правда, вот это перекладывание пирамиды, М минус 1 размера, оно, оно должно быть оптимальным, но я замечу, что если оно оптимальное, то тогда и вот этот алгоритм оптимальный, почему? Потому что вот этот толстый блин по-любому придется перекладывать хотя бы один раз, правда? Правда? Его все равно придется переложить. А если его придется переложить, то значит, что там не может лежать ни одного блина, ни на нем, ни тут, значит, все остальные блины должны лежать на третьем штыре, правда? То есть они по-любому, вот эта ситуация, она по-любому должна возникнуть. Значит вопрос только в том, оптимальное ли перекладывание этой пирамиды. Но если я умею оптимально перекладывать один блин, то я научусь оптимально перекладывать два блина. Если два блина, то научусь оптимально перекладывать три. Да? Насколько я теперь буду делать рекуррента? Итак, поехали. Пишем функцию, назовем, задача называется автонойский башня, ДЭФ ХАНОИ. ДЭФ ХАНОИ. Значит, перекладывание ханойской башни размера M с ИТО-го столбца на КАТ-ый столбец. Ну, можно этим ИИК вынуть значение по умолчанию. С первого по умолчанию на второй. Но это только в случае первого вызова. А так, каждый раз будет реально нужно подставлять ИИК. Итак, первое, что я делаю, вспоминаю про мышку. Не забываю. Крайний случай. Всегда в начале крайний случай. Итак, первое. Когда N равно одному. Это что значит? Это значит один конкретный блин. Я печатаю блин. Переложить. блин один с и на КАТ-ого накатка. Все. На этом, собственно, закончилось. Я мог бы написать return или return нам, но я не буду, я напишу else. Иначе. То есть это рекуррентный случай пошел рассматриваться. Теперь, что я делаю? Значит, это общий случай, рекуррентный. В этом случае я в начале прикладываю пирамидку размера N-1, но перед этим я хочу вычислить временный столбец. T-V равно 6 минус I минус K. О. Вот теперь мне легче, потому что я знаю, на какой столбец я буду перекладывать эту пирамидку меньшего размера. Принц. Ой, принц. Никакого не принц. Аной. Я перекладываю эту пирамидку вызовом под задачей. Переложи пирамидку, как будто я это говорю другой функции. На самом деле я эту функцию буду вызывать, но здесь я ее подсуществляю просто вызовом. Итак, ханои. И говорю размера N-1 с И-того столбца на временный. Затем я печатаю гринт, переложить гринт размера N с И на К столбец. Да, здесь все так, чтобы размер другой. И снова вызываю функцию перекладывания пирамиды с размера N-1, размер у нее прежний, с какого? С временного столбца на текущий, то есть как исполняется. Return не требуется, потому что эта функция только печатает, и ничего не возвращает. Все. Мы решили оптимальным образом задачу ханоиски и пакет. Так. Что я вам не рассказал? Я забыл рассказать вам Grand Command Devices. Запишите алгоритм поиска наибольшего общего делителя. Наибольшего общего делителя. Я надеюсь, алгоритмы Эфклида вы знаете. Да? Из большего вычитаем меньше, да? И получаем пока числа не равны. Я кажется, равны друг другу. Когда равны, то конец. Давайте запишем два алгоритма Эфклида. Первый, вот этот классический, а второй, где остаток отделения мы будем брать. Итак, что я делаю? Д, ГЦД, Grand Command Devices, наибольший общий делитель, ГЦД. Значит, у него есть А, есть В. Что я делаю? Я говорю, если А и В равны друг другу, если А равно В, в этом случае вернуть, что? А неважно, кому вернуть. Все, А допустим. А иначе? А иначе регулентный случай. Что я делаю? Я говорю, ну в этом случае понятно, что. Вернем. А, ну, я, наверное, все-таки более классически напишу. Давайте, иначе. Если у меня А больше В, то наибольший общий делитель возникает откуда? ГЦД, он равен наибольшему общему делителю от А-В и В. А-В, запятая В. А иначе. Это значит, что А не равно В и А, не больше В. Значит, А меньше В. Это комментарий А иначе. Итак, в этом случае, что получается? ГЦД от А, запятая В минус А. Ну, это классика, но она некрасивая и непроизводительная. Лучше бы сразу брать остаток определений по модулю. И тогда функция будет выразиться. Д, ГЦД от А, запятая В. И я говорю, если у меня А равно нулю, ретерн в В. Логично, да? Если А 0, значит и А делится на В, и 0 делится. 0 всегда на все делится. И В делится на В. Значит, В наибольший общий делитель. А иначе, а иначе, ретерн в ГЦД от В, запятая А, процент В. Ой, 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 ой. Ребят, я наоборот потерял. Если В равно нулю, то ретерн в А. Ну, неважно, переставьте местами, чтобы я... Если В равно нулю, то ретерн в А. А это можно сравнить больше-больше? Нет. Запишите, проверьте, убедите, что работает, рассказывайте, почему работать мне некогда. Или посмотрите в видеозаписи лекции для ФБМФ. Найдите это место, там я рассказал подробно про ретерн в ГЦД, а у вас не хватило времени. Все, на этом закончили. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ